Добрый день! 4 часа в Киеве на канале БТБ новости в студии Оксана Гуцайт. Украина и Литва договорились о развитии стратегического партнерства двух государств на ближайшие два года. Соответствующую дорожную карту в Киеве подписали президент Украины Петр Порошенко и президент Литвы Даля Грибаускайте. Во время совместной пресс-конференции Петр Порошенко сообщил, что страны также договорились о сотрудничестве в военно-технической сфере. В частности, о поставках конкретных элементов вооружения для украинской армии. Кроме этого, согласовали решение об увеличении количества военных, пострадавших в ходе АТО, которых Украина сможет отправить на реабилитацию в Литву. Теперь такое лечение смогут получить до 50 человек. Но главное внимание мы уделили вопросам борьбы с коррупцией и нашему сотрудничеству здесь. Вопросу экономических реформ и опыту Литвы для того, чтобы мы не повторяли ошибок. Обсудили вопрос обеспечения диверсификации энергосбережения. И состав делегации Литвы, и состав делегации Украины на этом совете свидетельствуют о том, что мы настроены на достижение конкретных практических результатов. Украинцы – участники большой битвы. Ваш народ год назад выбрал для себя лучшее европейское будущее, которое сопровождается рядом важных реформ. Они рассчитаны на истребление диктатуры и коррупции. Этот украинский выбор поддерживаем и я, и Литва. Для нового украинского правительства основная цель – это победа над коррупцией. Несколько десятков лет Украина была обременена грузом коррупции, но сейчас все должно измениться благодаря реформам президента Порошенко. В ходе заседания Совета Президента в Украине и Литовской Республике стороны обсудили сотрудничество между государствами в процессе евроинтеграции нашей страны и двустороннее сотрудничество в международных организациях, таких как ООН, ОБСЕ, Совет Европы и НАТО. Особое внимание уделили вопросам энергетической безопасности, сотрудничества в области энергосбережения и энергоэффективности. А вот в рабочей группе по подготовке первого заседания новоизбранного парламента особое внимание уделили вопросу, кто же его откроет. Согласно закону, им стать должен самый старший из народных избранников, им является Ефим Звягильский, однако эта кандидатура вызывает неоднозначную реакцию, так как Звягильский голосовал за диктаторские законы от 16 января. Сейчас в Верховной Раде работает наш корреспондент Анна Каменева, она на прямой связи со студией. Итак, Аня, решился ли уже этот вопрос? Оксана, пока что этот вопрос не решен, сейчас он обсуждается на заседании подготовительной группы. Ранее другие депутаты предлагали в помощь Ефиму Звягильскому дать еще двух старших депутатов, это Мустафа Джамилев и Юрий Шухевич. Это тоже вопрос обсуждается, есть еще предложение, по которому присягу будут принимать все депутаты одновременно и с места. Таким образом, говорят парламентарии, удастся избежать провокации по поводу кандидатуры Звягильского и одновременно исполнить нормы Конституции. Но этот вопрос, еще раз повторюсь, обсуждается на заседании подготовительной группы. Кроме этого, сегодня депутаты в очередной раз вернутся к вопросу комитетов. Ранее они сократили их количество до 25, это было в четверг, ну а сегодня предлагают все же увеличить их количество до 27. Какие комитеты планируют добавить? Далее в прямой речи. Выделяется в отдельный комитет вопрос информатизации и информатики из комитета транспорта и связи. На два комитета разделяется комитет по вопросам правоохранительных органов и борьбы с коррупцией. Это даст более эффективный, на наш взгляд, механизм реализации задач по всем этим направлениям. Ну а кто и какие комитеты возглавит, пока что не обсуждают, говорят депутаты. Впрочем, оппозиционный блок хотит возглавить и взять шество над контрольными ведомствами. Однако в будущем парламентском большинстве говорят, что делиться, к примеру, бюджетным комитетом не намерены. Ссылается на то, что партия регионов в предыдущем созыве поступила таким образом, что бюджетный комитет забрала себе. Таким образом планируют поступить и в этот раз. Однако этот вопрос, еще раз хочу уточнить, будет рассматривать на сегодняшнем заседании. Кроме этого, рассмотрят и вопрос принципов формирования комитетов и распределения. Также планируют рассмотреть и решить, кто и где из парламентских фракций будет сидеть. Уже есть некий вариант его и будут обсуждать. Далее прямая речь. Красный – это блок Петра Порошенко. Оранжевый – это Народный фронт. Это там запастые места, это самопомощь, это блок Лешка, это Батьковщина, это оппозиционный блок, это внефракционный. Но это один вариант. Вот сейчас будет окончательный вариант, на который мы выйдем, я надеюсь. Также на сегодняшнем заседании депутаты должны решить, какой будет повестка дня первого заседания парламента, которое, я напомню, откроется 27 ноября. В этот же день должна быть сформирована коалиция, назначен премьер и, возможно, даже все министры, ну, по крайней мере, на это надеются члены будущего парламентского большинства. На этом у меня все, студия. Также Столтенберг подчеркнул, что, чтобы соответствовать данной организации, украинская сторона должна провести ряд важных экономических, политических и военных реформ. Вместе с тем он напомнил, что Украина в свое время избрал внеблоковую политику. В зоне АТО за сутки погибли трое и ранены 24 украинских военных. По данным штаба АТО, боевики 56 раз атаковали позиции наших силовиков, используя разное вооружение. Наибольшая активность бандформирований замечена на Луганском, Дебальцевском и Донецком направлениях. В частности, зафиксировано около 40 обстрелов украинских войск из артиллерийского и минометного вооружения. Также из стрелкового оружия и реактивных систем залпового огня. Кроме того, на Донбассе замечено 7 полетов беспилотников-террористов. В районах населенных пунктов Сартана, Благодатное Волхованского района, Рибинское в районе Красной Таловки. Донецкий аэропорт по-прежнему под контролем украинских защитников. В Донецке за выходные 12 человек получили осколочное ранение. Все они госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба Горсовета. Всю ночь в городе раздавались мощные залпы и взрывы из тяжелых орудий. Вследствие попадания снарядов повреждены жилые дома по улице Великоновоселовская. Также в результате массированных артобстрелов зафиксированы многочисленные повреждения газовых сетей. На некоторых участках возникли пожары. Глава Луганской облгосадминистрации Геннадий Маскаль распорядился вырыть окопы вдоль разграничительной линии между территориями подконтрольными украинской власти и террористом. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов. Также председатель Луганской АГА планирует установить металлодетекторы на пунктах внутреннего пограничного контроля. Напомню ранее, генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс фиксирует передвижение российской техники до разграничительной линии на Донбассе. СБУ в Харькове задержало диверсантов, планировавших взрывы в здании райотдела милиции. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. В ходе оперативно-розыскных мероприятий СБУ установило двух членов преступной группы. Старший из злоумышленников работал участковым инспектором райотдела, который могли взорвать. Его подельник был уволен из рядов МВД ранее и поддерживал тесные отношения с коллегой по прежней работе. Взрывное устройство планировалось включить в период наибольшего скопления людей в помещении райотдела. Во время обыска по месту жительства одного из злоумышленников была обнаружена так называемая «прилипающая мина СПМ». Ее хотели использовать для совершения теракта. По данному факту, следственный отдел управления СБУ в Харьковской области открыл уголовное производство. Оперативно-следственные действия продолжаются. Соединенные Штаты Америки обвиняют Российскую Федерацию в нарушении минских соглашений по вопросам Донбасса. Об этом заявил посол Штатов России Джон Тефт. Политик утверждает, что президенты Украины и России договорились о 12 шагах. Позиция Вашингтона, а также Берлина, Лондона и Парижа заключается в том, что Петр Порошенко выполнил все из того, что обещал. А у российской стороны есть множество пробелов. По его словам, санкции против Федерации могут быть пересмотрены лишь только в случае выполнения Москвой всех пунктов соглашения. Россия больше не является стратегическим партнером Евросоюза. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Федерика Магириня. Она отметила, что дальнейшее сотрудничество Европейского союза с Москвой зависит от руководства России. В свете последних событий в Украине дипломат подчеркнула, что несмотря на тесное сотрудничество, Федерация перестала быть стратегически важным партнером. По мнению политика, Кремль несет ответственность за события на востоке Украины и невыполнение минских соглашений. Напомню, Верховный представитель ЕС Федерика Магириня поддерживает общеевропейскую точку зрения о присутствии российских войск в Украине. Ранее она неоднократно призывала Москву вывести находящиеся под ее контролем войска, вооружение и боевую технику с Донбасса. Общие потери России из-за санкций и падения цен на нефть составят 130-140 миллиардов долларов. Об этом заявил министр финансов Федерации Антон Силуанов. Так, ограничения приводят к потере порядка 40 миллиардов долларов в год, а низкая цена на черное золо обходится Кремлю в 90-100 миллиардов долларов в год. Такие астрономические цифры прозвучали на Международном финансово-экономическом форуме в Москве. Напомню, в связи с напряженной ситуацией на Донбассе и эскалацией конфликта со стороны России, мировые лидеры заговорили об ужесточении ограничений против Кремля. В частности, о возможности новых санкций Россию предупредили лидеры Великобритании, США и Германии. Ну, а мы вас предупреждаем о том, что следующий выпуск в 17.00. Будем вас ждать.